Господь Иисус Христос посылает избранных апостолов для проповеди Евангелия и говорит им удивительные слова, чтобы они с собой не брали ни сребра, чтобы они с собой не брали запасов хлеба, ни даже запасной одежды. Почему и для чего так напутствует Христос своих учеников? Так как это была первая проповедь евангелистов, так как это была первая проповедь евангелистов, то Христос через эту проповедь хотел не только благовестие распространить по градам и весям Иудеи, но и самих апостолов научить очень важному, а именно тому, что не просто люди, в дома которых они входят, будут проявлять заботу об апостолах, так как они несут благую весть, но сам Господь будет заботиться о них. Это чрезвычайно важно было не только в этой первой проповеди апостольской, но и в дальнейшем, чтобы они всегда верили, доверяли и уповали на помощь Божию во всех тех испытаниях, с которыми, несомненно, была их проповедь связана, так как далеко не все люди принимали их с радушием и любовью. И когда этого радушия они не встречали, для них главным упованием, главной надеждой, несомненно, являлся сам Господь. И об остальном они не должны беспокоиться. Это, братья и сестры, и для нас прекрасный урок, о чем только мы не беспокоимся и не заботимся в нашей земной жизни. И, к сожалению, далеко не у каждого из нас бывает на первом месте надежда на Бога. Это бывают надежды и на собственные силы, это бывает надежда на людей каких-то влиятельных, на удачное стечение обстоятельств, на свое здоровье, у кого оно есть. Но редко, когда мы все свое упование, всю свою надежду возлагаем на Бога. Но когда это происходит, то дает нам не только неоценимый опыт веры, которая изначально дается каждому понемножку. На Испове нередко говорят, а как сделать, чтобы веры было больше, чтобы поверить сильнее. Вера, она формируется через опыт жизни по заповедям. И вот для того, чтобы эти заповеди исполнять максимально правильно, у нас не должно быть ничего, что нас в этот момент отвлекало. Любое дело житейское спорится тогда, когда мы отдаемся ему целиком. Будь то образование или профессиональная деятельность, семейная жизнь, воспитание детей. Тогда, когда мы целиком отдаемся этому делу, тогда мы добиваемся максимальных результатов. То же происходит и в нашей жизни, когда мы учимся жить по заповедям и по вере. Вот о чем сегодня повествует нам евангельское чтение, хотя оно достаточно краткое, но, как всегда, эти слова Господни глубоки и имеют как историческое значение, так как они сказаны были в какой-то период человеческой истории. Они относятся и к апостолам, и они же относятся и к каждому из нас. Поэтому будем помнить для достижения духовных результатов, к которому, конечно же, мы все стремимся, иначе бы и не приходили на службу в храм, не участвовали бы в таинствах, исповеди, причащениях. И вот для того, чтобы добиться того, к чему мы стремимся, будем по словам литургическим попечениям свои иногда отодвигать от своего сердца и от своего ума. Тогда и ум, и сердце будут благодатно исполняться силами Божьими. Аминь. Спасибо Господи.